Всем привет! Меня зовут Юрий и сегодня хочу вас познакомить с парогенератором накопительным от компании Fit и Родник мощностью 2 киловатта, предназначены для кедровой бочки, душевой кабины либо мини-сауны. Для начала скажу вообще, что такое парогенератор и для чего он нужен. Парогенератор это прибор, который вырабатывает пар для сауны и держит заданную температуру в сауне либо в кедровой бочке в нужном пределе. Теперь подробно остановимся на данном приборе от компании Fit и Родник. Что он находится бак из нержавеющей стали и тен из нержавеющей стали. Также имеется встроенная аромоемкость, в которую удобно помещать травы либо масла при использовании вместе с кедровой бочкой во время процедуры. На лицевой панели расположен терморегулятор аналогового типа. По шкале вы выставляете нужную температуру и данный парогенератор будет ее автоматически поддерживать в нужном пределе. Также мы видим на лицевой панели визуальный уровень жидкости, который позволяет контролировать уровень жидкости во время процедуры. Вы должны понимать, что пар выделяется, вода выкипает и за ней нужно следить. Но вы можете не переживать за безопасность этого прибора. Внутри бака находится датчик уровня жидкости и по мере выкипания воды до минимального предела он отключит питание тена и парогенератор никогда не сгорит. Также на баке парогенератора расположен специальный термостат. При перегреве тена он отключит тен. И только после остывания парогенератор снова начнет работать. Теперь я вам расскажу подробно о принципе работы парогенератора. Открываем крышку. Внутри аромоемкости находится сито, куда вы можете заложить травы, либо напрямую сразу в аромоемкость капать масла. Далее заливаем жидкость. Данный парогенератор имеет объем бака 5 литров. Этого объема достаточно на 5-6 процедур в зависимости от заданной температуры. То есть вы должны понимать, чем выше температура в кедровой бочке, тем больше расходуется воды. Если ниже температура, то воды расходуется меньше. Устанавливаем на терморегуляторе необходимую температуру, которую мы хотим, чтобы он поддерживал внутри кедровой бочки, и включаем питание. Время нагрева и подачи пара примерно 5-7 минут. После закипания пар начнет выходить из отверстия и по паропроводу поступать в кедровую бочку, либо в сауну, либо в душевую. Как только парогенератор наберет необходимую заданную температуру, он отключится. При уменьшении температуры на 2 градуса, он автоматически опять включится и наберет температуру до нужного предела. В таком цикле он может работать, пока вода не выкипит. Как только вода выкипела, вы ее доливаете и снова парогенератор начинает работать. Теперь я расскажу о преимуществах данного парогенератора и где он обычно используется. Парогенератор с емкостью 5 литров и мощностью 2 кВт обычно используется уже в профессиональных целях. Но вы можете взять его для домашнего использования, потому что из-за мощности ТЭНа он у вас будет быстрее накапливать температуру в кедровой бочке и объем бака 5 литров позволяет реже доливать воду в отличие от парогенератора с меньшей емкостью. Что касается защиты данного парогенератора, то производитель хитродник предусмотрел все необходимые уровни, то есть вы можете не беспокоиться за пожарную безопасность. Также емкость и корпус выполнены из нержавеющей стали и в процессе использования на них не возникнет никакой коррозии. Ну и самое главное это аромоемкость встроенная. То есть по факту парогенератор данного типа предназначен именно для кедровой бочки. И именно в него можно закладывать как ароматравы, так и аромамасла. И процедура в кедровой бочке будет не только приятная, но еще и полезная. Данный парогенератор имеет накопительный тип, то есть к нему не нужно подключать воду, то есть вы можете использовать его где угодно. Он абсолютно мобильный, он требует только подключения к розетке 220 вольт. И по факту расходует электроэнергию, как обычный чайник, всего 2 киловатта. От себя хочу сказать, что данный парогенератор за много лет продаж и производства зарекомендовал себя как надежный, удобный прибор, который может использоваться как в профессиональных целях, так и в домашних условиях. Ну а вам желаю быть всегда в тонусе, здоровья и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин